Объекты жилищно-коммунального комплекса, места для летнего отдыха и спорта объекты Шумерли оказались в центре внимания в Рио главы Чувашии Олега Николаева. Перечень тем, которые не терпят отсрочки, определили еще на пресс-конференции главы две недели назад. Чтобы оперативно решить наболевшие вопросы, глава региона выехал на место. Путь к живописному берегу Суры – тернист. И дело тут не только в том, что дорога в плачевном состоянии. Прежде чем санкционировать это место для купания, нужно проверить на безопасность многое. Дно реки, состав воды, работы много. Поэтому оборудовать пляж к этому сезону уже не успеть. Говорят, что это исторически даже во время Советского Союза был здесь организованный пляж. Очевидно, сюда народ приезжал и, понятно, они привыкли сюда приезжать. Но на сегодняшний день здесь, как мы видим, очень запущена, да и дорога не очень. И, судя по рассказам и местных жителей, и коллег из администрации, все-таки сюда меньшая часть населения приезжает. А больше народу на сегодняшний день выбирает как место для купания пруд на въезде в город Шумерли со стороны Каленина. Так что акцент в организации зоны отдыха и купания шумерлинцев на пруд Статуевский. Местные его еще называют дамбой. Излюбленное место отдыха горожан сейчас благоустраивает собственник имеющихся здесь строений. Установлены беседки, биотуалет, скамейки. Чтобы ускорить работу, местная администрация готова подключить и других инвесторов. Подготовим площадку, отсыпем песком, сделаем пологий спуск. Место для ставинки автомобиля предусмотрим, контейнер для мусора, туалет, раздевалки и так далее. Создадим определенную инфраструктуру. После этого мы откроем это место для купания для горожан. Еще одна больная тема для шумерлинцев – изношенность систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Модернизации сетей не занимались должным образом долгие годы. И очевидно, теперь без финансовой поддержки республики не обойтись. Новые котельные в городе уже появились. Но надо еще. Сказные республики на эти цели направили более 300 миллионов рублей. И работа по поддержке муниципалитетов в этом направлении продолжится, отметил Олег Николаев. Регулирование деятельностью котельных, задание каких-то параметров, их изменение, возможно, из диспетчерского пункта в городе Чебоксары. То есть, получается, вот эти накладные расходы, которые идут на текущее обслуживание, они, конечно, существенно уменьшаются. Поэтому и дальше будем идти по такому пути. Эти блочно-модульные котельные не требуют постоянного контроля. Все работает в автоматизированном режиме. Это не только удобно, но и выгодно. Что касаемо тепла, это замена существующих котельных на современные блочно-модульные котельные, которые имеют высокий КПД, что, в свою очередь, снизит затрат на энергоресурсы, это газ и электричество. Что касаемо воды, это реконструкция насосной станции, что, опять же, снизит затраты по электроэнергии. В планах, как отметил глава, кардинально модернизировать всю систему ЖКХ не только в Шумерле, но и в других муниципалитетах. Совершенствование технологии очистки воды, гидравлической схемы, работы много. Олег Николаев поручил ответственным лицам вплотную заняться решением этого вопроса. Ведь от этого зависит качество питьевой воды. В ходе визита глава региона также ознакомился с ходом строительных работ на стадионе «Труд». На замену легкоатлетических дорожек в этом году из бюджета республики выделено 13,5 миллионов рублей. Также в планах строительства и еще одного спортивного объекта. Шумерлинцы любят футбол. Чтобы погода не мешала занятиям спортом, горожане мечтают о крытом футбольном маниже. Проект начат еще в прошлом году. Его стоимость оценивается в 90 миллионов рублей. Здесь инфраструктуры уже готовые. Здесь, да. Потому что газ, электроснабжение, вода и канализация – все в шаговой доступности. Олег Николаев поручил Минспорта совместно с руководством муниципалитета проработать вопрос по созданию крытого манежа для будущих чемпионов. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.